В Китае стартовали продажи второго поколения кроссовера Hyundai iX25. Это ближайший родственник нашей креты. А значит, примерно такой будет и преемник российской модели. Несмотря на радикальное обновление внешности, габариты почти не изменились. А вот клиренс уменьшился сразу на 3 сантиметра. Впрочем, внедорожные способности паркетника китайских покупателей не интересуют. Поэтому в гамме iX25 вообще нет полноприводных модификаций. А задняя подвеска всегда полузависимая. В салоне установлен 10-дюймовый вертикальный планшет. В базовой комплектации кроссовер стал легче на 127 килограммов и даже немного подешевел. А вот упакованные версии, наоборот, прибавили в цене. Ведь в список оборудования добавлены камеры кругового обзора, системы активной безопасности и многое другое. Линейка силовых агрегатов не предполагает никакого разнообразия. Выбор ограничен единственным атмосферным мотором из серии Smart Stream. С ним доступны шестиступенчатая механика и вариатор. Рестайлинг пережила и китайская версия Solaris, который там называется Hyundai Verna. Седан 2020 модельного года отличается совершенно другим оформлением кузова. В салоне появилась более современная медиа-система. Ее экран стал больше, а поэтому по последней моде возвышается над передней панелью. В гамме моторов остался всего один двигатель, с которым вместо классического автомата состыкован вариатор. Осталась втрою и шестиступенчатая механическая коробка. Предположим, что схожее обновление настигнет и российский Solaris. Хотя конкретный набор доработок, разумеется, будет другим. Субтитры создавал DimaTorzok